Здравствуйте, Андрей Андреевич, ученица второй ступени. Подскажите, финансы не задерживаются в доме, работаем, есть свой магазин, косметики, работаю там сама. Муж работает, а финансы не задерживаются, не получается никак, товар, а оборот. В конце месяца по отчету заработок есть, а живьем, как сквозь пальцы, прошли деньги, хотя что-либо не тратим. Как сделать эзотерический так, чтобы финансы задержались и приумножились? Может блокировка на финансы у нас есть, уже не знаем мы, что думать. Спасибо за ответ, всего вам самого доброго, вам и вашей семье, спасибо. Финансы не задерживаются в доме, на этот вопрос тоже есть ответ. Я всегда говорю такие слова, наши финансы и наша семья, они между собой связаны. Именно поэтому часто холостые, одинокие мужчины или женщины не могут зарабатывать деньги так, чтобы они складывались. Почему? Прообраз нашей семьи, это прообраз аккумулятора. Если есть в семье аккумулятор, такой аккумулятор будет работать и в бизнесе. О чем я сейчас говорю? Смотрите, что заставляет человека прийти домой? Обратите внимание, бежит или бегит ли человек домой после окончания своей работы? Хочет ли человек дома находиться? Насколько человеку комфортно дома находиться и он наслаждается? Посмотрите, если у человека, который работает, возможность дома отдыхать, появляется ли от совместного проживания в семье радость внутренняя? Есть ли вот это интимное тепло между мужчиной и женщиной в семье? Если эти качества увеличиваются, и они увеличиваются за счет заботы друг о друге, разговоров и поддержки друг друга. Если у человека будет желание лететь домой на крыльях, если человек стремится домой, вчера я ехал и говорю шоферу, давай заедем купим сыра. А потом у меня тяга, я хочу домой к жене и детям, понимаете? Я говорю, не надо мне никакого сыра, поехали домой, я хочу как можно быстрее доехать в семью. Вот в случае, если такая тяга есть, в случае, если дома нет скандалов, бесконечных выяснений отношений, криков, руганий, выяснений отношений, кто прав, кому что принадлежит, надутых щек, я не знаю, надутых губ, если дом это выживание, если друг от друга устали, и все хотят разбегаться в разные комнаты, знайте, в бизнесе накопления не будет. Почему? Отсутствие уюта в семье блокирует накопление денег от бизнеса. Я хочу еще раз вам сказать, если в семье есть уют, если есть чистота, теплота, поддержка, радость, обнимание, целование, взаимная поддержка, вкусная еда, я не знаю, радость какая-то, которая формируется или которую там друг друга не воспитывают, а держатся за ручки, тогда эти деньги будут накапливаться. Если дом это место, где проводятся, как они, бычьи бега, кориды постоянно, и вместо один из людей является тореодором, а второй разъяренным быком, то тогда о деньгах в бизнесе можно забыть. Тогда есть смысл расходиться, искать нового партнера и после этого заниматься бизнесом. Я еще раз вам хочу сказать, бизнес и накопление в бизнесе это лакмусовая бумажка хороших отношений и уюта в семье. Вот почему в доме должна лежать красивая скатерть, о чем я все время говорю. Поэтому необходимо кушать с красивой посуды, необходимо держаться за ручки, необходимо даже иногда выпить вина, там вкусный сыр съесть, поиграться с детьми, поизучать какие-нибудь песни или попеть песни, включить музыку, потанцевать. В доме должны находиться цветы, старайтесь делать так, чтобы стены были не облезшими. Обращайте внимание на то, где вы живете. Это же очаг. Помните, есть такие слова? Очаг семьи, очаг родни, родительский очаг, родительский дом, куда всегда всех тянуло. Посмотрите на успешных людей, зайдите к ним в дом, у них всегда будет приятно находиться. Возьмите людей, у которых нет успеха, которые несчастные, бедные, обделенные, придите к ним в дом, и вы всегда увидите разбитое все. Заржавевшую, унитаз, облезшие стены и так далее. У меня была такая ситуация, когда там приехал в съемную квартиру, и мне устраивала стоимость, и после этого я занялся ремонтом. Хотя знал, что в этой квартире я буду жить ровно там полгода или год, потому что собирался уехать в другое место. И мне хозяйка говорит, Андрей Андреевич, я вам не заплачу за то, что вы этим занимаетесь. Я ей говорю, это не важно, я это сделаю для себя. Она говорит, странный вы человек, конечно, странный. Я не хочу жить в сраче. Я хочу жить так, чтобы у меня были мои красивые тарелочки, на мне была чистая одежда, чтобы дети мои были ухожены, чтобы у жены были чистые волосы, хорошо пахло изо рта, чтобы от моих детей хорошо пахло, чтобы дети были все наглажены, чтобы все было хорошо. Понимаете, это создает уют. А уют в доме или в семье создает в дальнейшем магнит, который и в дальнейшем принесет материальное благополучие. Понимаете, кто бы не верил в это, начните с этого. Очень рекомендую. Нельзя жить, допустим, в съемной квартире, где там червяки, тараканы, где собаки мимо унитаза какают, я не знаю, в ржавый унитаз, где вокруг все воняет. Нет возможности нанять кого-то, чтобы это делали. Нужно делать это самостоятельно. Закатать рукава и сделать так, чтобы нравилось то место, где ты живешь. Продолжение следует...